МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации толерадо компании «Гомель» у студии «Працое» Наталья Игнатенко. Глядите ух этим выпуску. Один неправильный клик может дорого каштовать. Как сопростоять киберзлочинности, обмерковались сегодня у дельники координационной нарады. В мерковании пропановые далеко от шостых аусси белорусскох о народных асходах Людмила Шымбалева сустрелася с нашими корреспондентами. Уберем с них разом молодь Беларуси в эти дни проводит добрый челлендж. А зараз об этом и иншим больше подробязно. Представники прокуратуры, следчика комитета, милиции и банков провели сегодня у «Гомеле» межведомостную нараду. На парадку дня одно пытание – берать баз с киберзлочинностью. Об актуальности темы можно мерковать по такой личбе. У агольной структуры региструемой злочинности гэта вид займае амаль 20%. С пропановами специалистов ознайомилися наши корреспонденты. Я же в самом начале нарады окресливается ей головная задача – обменяться в опытом и выпрацывать меры профилактики киберзлочинствов. Это, саправдой, значная проблема. Если в 2019 году на Гомельшине было зарегистровано 1780 фактов махлярства, то лето с амаль вдвое больше. В структуре киберпреступлений наибольший удельный вес занимает преступления, связанные с хищением денежных средств, скарщитов граждан. В 2020 году указанные преступления составили более 80% от всех преступлений в сфере высоких технологий. Максимальная сумма похищенных денежных средств превысила 40 тысяч рублей. Снять гроши из банковских рахунков злочинцы мкнутся не только у приватных особ. Достаточно часто под разными нагодами потребуют сроки с юридичных. Причем схемы подману постоянно удосконаливаются. Проблема так само в том, что часто махляры телефонуют с территории других стран. Данный вид преступления носит трансграничный характер. Как правило, преступники находятся за пределами Республики Беларусь, что представляет определенную сложность в раскрытии расследования данного вида преступлений. В общей структуре преступности эти преступления составляют более 20%, что тоже не может не вызывать определенные опасения. С целью современного реагирования на складывающуюся ситуацию у нас предпринято в Управлении Следственного комитета ряд мер организационного и практического характера. Так, в частности, у нас увеличилась штатная численность профильного дела по расследованию данного вида преступлений. Особое внимание мы уделяем профессиональной подготовке следователей, введена специализация. Но и основной, на мой взгляд, способ предотвращения и нивелирования последствий – это профилактика. Поскольку, как я уже говорил, эти преступления носят трансграничный характер, то проще предупредить, чем расследовать и передавать дело в суд. Об необходимости увеличения профилактических мер и обширении методов работы с насильством сказали все участники Межведомственной нарады. Среди пропагандов – створение социальных роликов для трансляции по телебачине и увеличение информационной тлумачальной работы на предприемствах и в научных установах. Утемлику – пресс удосконаливания эдукационного процесса. По культамы – сопростояние киберзлочинности у им отсутствует. А, прежде всего, банкам пропагандовано сделать бесплатный и обовязковый для всех корыстальников такую послугу, как СМС о повышении, обзнятие сродков с рахунков. Особная разума – унесение изменений у законодавства. Отповедные рекомендации зараз выпрацовываются. Это позволит больше оперативно реаговать на погрозы. Хоть и сами граждане не должны страшить пильность. Александр Омарина Севриянова, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Помоцование культурного фундамента Украины должно стать одним из накерунков развития Беларуси на ближайшую пяти годов. Ух, этим выполнена Людмила Шымбалева, директор картинной галереи Гаурила Ващенки. Она будет представлять интересы супрацовников сферы культуры на шестом оси Беларусском сходе. Под обязанностями Володая Ганна Корольчук. С мастерством життя Людмилы Шымбалевой связана с детинством. Она занималась у театра юного глядача Палаца культуры чугуночников. Там же працавала после университета. В 2006 году Людмила Шымбалева стала старшим заховальником фонда у картинной галереи Гаурила Ващенки. Прасгод, дякуючи профессионализму, означалила установу. Таким чином, у сферы культуры она працует больше за 20 годов. Тому добра ведая набалелые питания. Праскультуру наладжуются международные относины и будуется политика. Тому ей треба надавать належную увагу. Сегодня у работников культуры очень низкая заработная плата. Ее, конечно же, надо поднимать. В области 9043 единомышленника, которые работают за идею, а не зарплату. И поэтому, конечно, этот творческий потенциал, этот наш генетический код нации надо, конечно, совершенствовать. Я бы хотела сказать сегодня, поднимать такой очень важный один вопрос и проблему, как предмет отечественная мировая художественная культура. Посмотрите, ведь в системе образования всего 45 минут. И дается он только шестого класса. На протягу опошних трех годов картинная галерея Гаурила Ващенки становится лепше установы культуры Гомеля. За год тут проходит больше за 40 мероприемств, якея наведывая каля 50 тысяч человек. И говорка идея не только об экспозициях ведомых мостаков. Тут дают шанс молодым и подтримливают починающих майстров. Людмила Михайловна Шимбалева – это тот человек, который дает очень хороший старт для выпускников Гомельского художественного колледжа. Ежегодно 1 сентября на базе галереи Ващенко открывается выставка творческих работ дипломников. И в этом году это было не исключение. У нас есть огромное количество каких-то совместных проектов, среди которых проведение мастер-классов, проведение каких-то совместных выставок в рамках праздников, организуемых в городе. И в принципе Людмила Михайловна – это, наверное, тот человек, который продвигает творчество современной молодежи на территории Республики Беларусь. В 2020-м Людмила Шимбалева была удостоена гоноровой узнагороды – медаля Франциска Скарыны. В 2017-м годе она была признана Жанчиной года Беларуси в номинации «Духовность и культура». Дорога, громадская деятельность за всюду была важной часткой ее життя. Людмила Шимбалева так само узначаливает Центральную районную организацию Гомеля Беларусского союза Жанчин. Ганна Краячук, Сергей Камков, Яуген Макеенко – телерадио «Компания Гомель». У сельской господарцы Игорь Радюк працюе больше за 20 годов. Починал водителям, потом пересел за комбайн. Неодноразово по выниках районных с поборницей он был признан лепшим по профессии. А его имя не сходится с дожки гонору при подведении выников полевых работ. Сиротка легкористается заслуженным авторитетом за своей працавитости и отказности. Я его знаю очень давно, уже лет 20. Это мой друг, и мы работаем уже очень давно. Отзывчивый, трудолюбивый. Вообще все выполняет положено. Я горжусь. И вообще весь коллектив гордится, что он едет на все белорусские собрания и что представляет сельское хозяйство там. Мы это рады. И весь коллектив его поддерживает. Игорь Радюк не только один из лепших работников сельской господарки в районе, а ле и громадянин с активной позицией. И он не обьяковый до становища Украине и до развития сельской глыбинки. И он народился и вырос на кормянщине уж модетной семьи. Тут же застался жить и працавать. Игорь Радюк закликая молодь не покидать родные мястины, а отроджать малые населенные пункты. Коллектив у нас механизаторов хороший. Работаем слаженно. Один одному помогаем. Во всех вопросах помогаем. Наше начальство нас поддерживает. Призываю всех, особенно молодежь. Приезжайте, всех мы ждем. Работных мест хватит всем. Обранный делегатам на все белорусский народный сход Игорь Радюк личит для себя великим гонором и удержанный задовер сбоку коллег и одновесковцев. Мясовые же хоры упевнены. Процовитый и усебаково развитый человек, сдольный представить интересы сельско-господаршего района на таким масштабным мероприемстве. Это действительно достойный кандидат, который будет представлять наш сельскохозяйственный регион на таком большом, важном, значимом мероприятии для нашей страны. Игорь Валерьевич всегда впереди. Он передовик производства и на заготовке кормов, и на уборке урожая. Конечно, сегодня самое важное, наверное, для напутствия, и слова напутствия – это развитие престижа жизни на селе, закрепление здесь молодых специалистов, улучшение их жилищных условий, предоставление им жилья, улучшение условий труда молодых специалистов. Поэтому вот это главный посыл сегодня Игоря Валерьевича на Всебелорусском народном собрании. Завтра делегаты 6-го Всебелорусского народного сходу отправятся у Минск. Ганна Коральшук, Дмитрий Котов, Яуген Макейнка, телерадиокомпания «Гомель», Кармянский район. Одинство – развитие незалежности. Белорусский Республиканский Союз молодых провел открытый онлайн-диалог. Дискуссийная плясовка объединяла свыше 20 будущих делегатов 6-го Всебелорусского народного схода. В виртуальной встрече примали удел представники всех регионов Украины. Мероприемство началось с совместного выкананья гимна. После чего удельники отримали подарунки у межах республиканского проекта БРСМ «Родная народная». Молодым людям уручили державные стяги. Затым началась основная частка диалога. Удельники обмерковали проект программы социально-экономичного развития Белоруссии на ближайшие 5 годов. У основным, что тычется, молодежной политики. Основные накерунки, доступность жильям, достойные умовы працы, макшимости для самореализации. Далегат от Добружского района Анастасия Гатальская рыхтует свои пропановы. Начинать нужно с наших деток, конечно же, тем более как молодая мама. Было у меня предложение в курс ОБЖ, то есть основы безопасной жизнедеятельности, ввести детям информационную грамотность, как нужно воспринимать информацию, что ее нужно изучать, что ее нужно анализировать, что ее нужно сравнивать в разных источниках. И этот источник, который читают дети, например, или смотрят, всегда задавать себе вопросом, вопрос себе задавать, для чего и для кого работает этот источник, в каких интересах. В национальном форуме приймуть удел 140 процедуников Белорусского Республиканского Союза молоди зо всей краины. Протягиваем выпуск. У минулым годе на Гомельщине перевыканали задание по забеспечению насельництва чистой пятной водой. И она пришла в 58 городов и вёсок. Державная программа «Комфортное жилье» различена наперед до 2025 года. Для Гомельской области ее реализация з'является особливо актуальной. За выключением особных территорий Добрышского района вся пятная вода в регионе утрымливает свышно нормативную колькость железа. При этом прибудовництве отповедной инфраструктуры перевага отдаётся перспективным населенным пунктам. В прошлом году мы изначально планировали 50 станций. По концу года 58 населенных пунктов мы обеспечили, соответственно, чистой питьевой водой. 54 станции без железа не построили. В двух населенных пунктах мы Добрышского района пробурили скважины. И в них вода соответствует питьевому качеству и не надо строить станции без железа. И два населенных пункта мы подключили к существующим системам централизованным с качественным питьевым водоснабжением. Поэтому 58 всего населенных пунктов получило, соответственно, чистую воду. Гомель снова замяло. Природа створает соправданную зимовую каску, али разом с тым робить и шкоду. На особных участках дорог под снегом лёд, тому ходить с треба вельми обачливо. Аутомобилистам так само складано. Снежные суметы звужают в проездную участку, а разделяльных полос не бачно. Сегодня на дороге вышло у полтора разы больше спецтехники, чем звычайно. А мальчатыры десятки дорожных машин, тракторов и грейдеров змагаются с наступствами лютовского надворья. И таким яно, попереживают синоптики, захавается як минимум до конца тыдня. Ночная температура будет опускаться до 15 градусов ниже и за нуль, дённая вахаться от минус 7 до 14. А в пятницу до мятеля и мороза добавится порывистый ветер. Узмацнили профилактичную работу наперед несприяльных климатичных умов и супрационники держа автоинспекции. На территории региона денежная специальный план надворья. В рамках данного плана сотрудники госавтоинспекции с самого утра осуществляют мониторинг улиц, автодорог как местного, так и республиканского значения на предмет состояния проезжей части. А также сотрудники ГАИ осуществляют координацию дорожных коммунальных служб по содержанию уличной дорожной сети в зимний период. Госавтоинспекция призывает всех автолюбителей сообщать информацию о состоянии автодорог в специальные службы по короткому республиканскому номеру 125. Также жители города Гомеля могут оставить свои пожелания в официальном аккаунте смэп Гомель в мессенджере Телеграм. Сегодня по стане на 15 годин у Гомеля отбылось и 18 дорожно-транспортных сдарений с материальным уроном. Люди у ДТЗ не потерпели. Поклопотиться об тех, кому не по силах справиться со снежной зимой. Молодь Беларуси протягивает прямо от заявки об допомозе от пожилых и одиноких людей. Працовные десанты по первым звонку спешаются по адресах, ка б расшистить снег, продухилить сход снегу с домов, насек чы дров и просто надать увагу старым людям. Особливые такие встречи с ветеранами. Яны часто становятся импровизованными уроками мужности. Удельниками одного з'ех стали и наши корреспонденты. Здравствуйте, Сергей Ягорович. Днем рождения вас. Мы пришли вас поздравить с вашим юбилеем, с 95-летием. У юбилейный день на Роджине Сергей Ягорович сустракает гостей. Окромя свайков и близких, наученцы местового лицея. Ветеран Великой Айчинной завсёд и с радостью давал там уроки мужности. Теперь молодое поколение уже само приходит, как послухать истории военных годов. Был военный, служил в армию. Ну и период это уже захватило, как началась война. До речи, тогда ему было усяху 15. У такими взрослыми на фронт брать не хотели. Тому только полнолетним он смог отправиться оборонять Родиму. С боями да ишёл до Кёнигсберга, але, на жаль, день перемоги артиллерист сустрыл у шпиталя. Закрыл до немецкого города, отрымал ранение. Осколок трапил прямо у спину. После поправки узначали у ветеранскую организацию, а затем был инициатором створения меморояльного комплекса уродной вёсцы. Помню, когда я, не доходя до дома, слышала, как он свои речи репетировал, окно открыто, думаю, кто это у нас там так разговаривает громко всё. А он так свою речь, выступление своё так заучивал. Как подяковать ветерану, молодые люди вырошились уместить приемное с корыстным и после веншивания узялись за инвентар. Поле деяности – расшистить снег у дворы перед воротами, а затем проверить, тени зависают из даху небеспечные ледяши. Как правило, мы обычно приходим к ветеранам и тоже помогаем пожилым людям. Сейчас зимнее время, нужно помочь расчистить снег, по хозяйству где-то помочь, ещё что-то сделать. Им приятно, когда такое молодое поколение приходит, помогает им чем-то. Так сказать, мы им выражаем благодарность за то, что они сделали для нас. Такие маленькие визиты по адресах пожилых людей частка великой волонтёрской акции под назвой «Убяром снегразом». Я ее удельники, обычные школьники и студенты, активисты БРСМ, которые готовы по первому звонку приехать и допомогать. Г этой акции, до речи, уже не один год. Однако, всё лето в программе появился новый пункт. Оказать допомогу и громадским социальным установам, больницам, поликлиникам и школам. Гарачая линия по уборце снегу працует и сейчас. Челлендж протягнется до конца зимы. Заявки принимают по телефону во всех территориальных комитетах БРСМ. Александр Лупиненко, телерадио-компания «Гомель» при поддержке агентства телевизийных новин. Это и так же другие новины. Информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до новых встреч у эфиры. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. Собрал гербарий и стал фигурантом уголовного дела. В жлобине сотрудники наркоконтроля нашли у местного жителя марихуану. Высушенные стебли и листья конопли мужчина хранил в квартире и гараже. Все находилось в открытом доступе. В ходе обыска тайников не обнаружено. Изъято более килограмма марихуаны. Поменялись ролями. В Рогачевском районе жена подозревается в истязании мужа. В уголовной практике случаи редки, особенно если учесть, что подозреваемая три раза привлекалась к административной ответственности по заявлению супруга. Дважды женщина попадала в милицию за нанесение побоев своему суженному. Еще один визит в отделение у нее был за причинение любимому психических страданий. В конце января мужчина не выдержал и снова сообщил о рукоприкладстве супруги. Таким образом, за крутой нрав и агрессивное поведение женщина четыре раза держала ответ перед законом. Чем ее постоянно злил муж, не сообщается. По факту истязания против 42-летней белорусски возбуждено уголовное дело. Гомельские спасатели смогли вытащить из поврежденной фуры заблокированного водителя. Мужчина получил травмы и нуждался в помощи. Накануне вечером большой груз съехал в Кювет на трассе М-8 недалеко от Новой Гуты. Как сообщили в ГАИ, в пути следования водителю стало плохо. Он потерял сознание и, как следствие, контроль над машиной. Она сошла с трассы и опрокинулась. Сильно пострадала кабина фуры. Покинуть ее самостоятельно водитель не мог. На помощь пришли спасатели. Они воспользовались стеклорезом и извлекли пострадавшего. Мужчина был госпитализирован. ГАИ просит водителей в условиях метели и снегопада воздержаться от дальних поездок. Морозы окрепли, пожары стали происходить чаще. За минувшие сутки в Гомельской области было шесть возгораний. По итогу одного из них погиб человек. Пожар унесся жизнь пенсионера из деревни Боровики Светлогорского района. Накануне утром мужчина пошел в котельную разжигать отопительный котел и получил ожоги. Обгоревшее тело мужчины обнаружила сожительница. Женщина забеспокоилась, что его долго нет дома. По факту смерти 64-летнего мужчины следствие проводит проверку. Усматривается неосторожность с огнем. Снова жлобе. На этот раз топ-менеджеры салона связи при помощи милиции смогли вывести на чистую воду продавца-консультанта. Женщина украла два телефона известных китайских брендов последних моделей. Оперативникам АБ удалось установить, что к краже причастна 32-летняя работница салона. Не стеснялась женщина подворовывать и наличность. Магазину оператора сотовой связи был причинен ущерб на сумму свыше 2400 белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело. Ущерб частично возмещен. Поиски мужчин, провалившихся под лед в Петриковском районе, временно приостановлены. Это обусловлено усиление морозной погоды. Из-за низких температур реку снова стало сковывать льдом. Причем значительно уменьшилось время замерзания майн, которое спасатели вырезают, чтобы спустить водолазов на глубину. К тому же вести работы в таких условиях небезопасно. Как сообщили в Гомельской областной организации о свод, поиски могут быть продолжены. Но для этого нужно дождаться подходящих погодных условий. Сотрудники отдела внутренних дел администрации Центрального района Гомеля устанавливают личность мужчины, который может быть причастен к повреждению одного из административных зданий города. Сообщается, что на улице Интернациональной этот человек по данным правоохранителей разбил окно. Инцидент произошел около 4 утра 30 января. Если вы узнали мужчину по одежде или располагаете на этот счет какой-либо информации, просьба сообщить по телефону, указанным на экране. Это все новости выпуска. Я Александр Гомоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Влада Васильева. Здравствуйте. Главный тренер хоккейного клуба Гомель Сергей Стась вошел в тренерский штаб национальной сборной на предстоящий международный турнир. Игра состоится с 10 по 13 февраля в Нур-Султане. Турнир пройдет в рамках контрольно-матчевых встреч перед чемпионатом мира. Участвуют команды Беларуси, Казахстана, Олимпийская сборная России. Изначально на турнир было заявлено 4 дружины, но эпидемиологическая ситуация внесла коррективы. Одна из команд не смогла прибыть в намеченные сроки, поэтому хозяев сборной Казахстана представят сразу два коллектива. Фармклуб хоккейного клуба Гомель провел очередные матчи в высшей лиге. На этот раз Рысям противостояла команда из Бобруйска. Первая встреча закончилась разгромом. Гомельчане на домашней арене крупно проиграли. Счет 3-10. Не оставили шанса в гости и во втором поединке, хоть и уступали после первого периода в две шайбы. Итоговый счет 2-4. А вот Желобинский металлург сумел порадовать своих болельщиков. Победа одержана в двух играх с фармклубом Могилева, причем оба раза с крупным счетом 6-1 и 11-4. Желобинчане находятся на четвертой позиции, а вот хоккеисты Гомеля замыкают турнирную таблицу высшей лиги. А теперь о волейболе. Жемчужина Полесье потерпела очередное поражение. В 14-м туре женского первенства по волейболу в сильнейшем дивизионе страны мазырянкам противостояла команда коммунальник МГУ из Могилева. Жемчужина Полесье уступила со счетом 2-3. Однако неудача не стала фатальной. Мазырянки по-прежнему возглавляют турнирную таблицу с 27 очками в активе. У коммунальника МГУ на 5 меньше и 4-я позиция. В Минске завершился чемпионат страны по греко-римской борьбе. Соревнования проходили во дворце спорта. Среди триумфаторов первенства Глеб Макаренко воспитанник годсор единоборств. Он завоевал золотую медаль весовой категории до 64 килограммов. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на Беларусь4.